Сейчас вы должны предлагать жертвы священному огню. Он был так доволен смирением и служением Рамы Лакшмана. Каждый день Господь Рамачандра и его возлюбленный брат Лакшман шли собирать дрова для того, чтобы Вишамитар мог совершать ягью. Они приносили ему воду, а вечером они растирали. Ноги и стопы в Гуру Махараджа. Они собирали ягоды, плоды и корни в лесу и красиво оформляли это на подносе и предлагали своему Гуру Махараджу. Довольный этим, однажды Вишва Митрамуни сказал Раме и Лакшману совершить очиман и вознести молитвы, потому что он собирался научить их особым могущественным мантрам. Мантрам Бали и Ати Бали. Повторяя эту мантру, вы никогда не устанете, вы никогда не ослабнете от голода и жажды, и вы обретете необычайную силу в любой ситуации. Они путешествовали в романе Валмики, который пересказывали Лава и Куша, самому Господу Раме. Рассказывается о их необычном путешествии, о том, как Шри Рамачандра и Лакшман каждый день с великой жаждой слушать. Они задавали вопрос Вишвамитры Муни во время своего пути по лесным тропам. Они пришли к слиянию реки Сараю и Ганги. Господь Рама спросил, «Можешь ли ты рассказать мне о истории реки Сараю?» Вишвамитра Муни объяснил, как давным-давно Господь Брама, рожденный из пупка Гарбадакыша и Вишну, создавая Вселенную, создал и озеро под названием Мана-Саравара и великую гору Кайлаш, обитель Господа Шивы. Видя великую преданность и любовь Господа Рамы, Господь Вишну наполнил это озеро слезами своих глаз. Сараю — это река, которая берет свое начало из Мана-Саравары. И она вытекает из Мана-Саравары, и в этом месте она встречается со святой рекой Гангой. Господь Рама спросил, «Можешь ли ты мне рассказать историю Ганги?» и тот рассказал во всех подробностях. Это заняло несколько глав Рамайны Валмики. Целая история о том, как Ганга рождается, и как она приходит в этот мир. Когда они пришли в это место, где встречаются Ганга и Сараю, там жили многие великие мудрецы и риши. Это было прекрасное место. Мудрецы были очень рады. Господь Рама спросил Вишуа Митре, «Муни, можешь ли ты рассказать мне, почему это место такое прекрасное? Какова история этого места? Как оно называется? Кто эти мудрецы?» Вишуа Митре Муни ответил, «Давным-давно Господь Шива совершал свою тапасию здесь. И благодаря этому это место заряжено шакти. Здесь Кандарпа, также известный как Камадев, решил благодаря влиянию полубогов прервать медитацию Господа Шивы. В то время полубогам нужен был Господь Шива для одного дела, но он был поглощен медитацией. Кто же лучше Камадева может отвлечь вас от вашей медитации? У вас у кого-нибудь есть такой опыт в вашей жизни? Итак, Камадев, он все делал, чтобы отвлечь Шиву, но Шива был не привязан ко всему этому. Кандарпа посылал апсаров и прекрасные бризы, сладкозвучную музыку. цветы, но Шива оставался непоколебим. Он рассердился и выпустил свою самую знаменитую стрелу, стрелу страсти в грудь Шивы. Господь Шива оглянулся, чтобы посмотреть, кто так поступил. и тогда он увидел прячущегося между деревьев с луком в руке Камадеву. Господь Шива посмотрел на него, открылся его третий глаз. Кандарпа сгорел не только до тла, он просто превратился в ничто. Его тело перестало существовать. Вишвамитра Муни объяснил, из-за этого у Кандарпы Кандарпа лишился тела. И поэтому сейчас, когда он нападает на людей, никто его не видит. Он здесь, прямо перед вами, но вы не можете его видеть. Его стали звать Анаанга, тот, у кого нет тела. И вследствие вот этой истории, когда Кандарпа стал Анаангой, эта провинция стала называться Ангой. Великие мудрецы, риши, зная, что это место, где Господь Шива являлся и удивительные игры. И здесь Господь Кандарпа принял свою непостижимую форму. Они приходят сюда с того времени и проводят здесь яги, и они счастливо живут здесь. Такова история этого места паломничества. Они искупались в месте слияния Ганги и Сараю и продолжили свой путь. Они пришли в этот прекрасный лес, напоенный ароматом цветов, щебетанием птиц. И они увидели множество святых, которые совершают свои религиозные ритуалы. Господь Шри Рама, Лакшман и Вишвамитра Муни вошли в определенную область леса. Это было логово. Была кромешная тьма. На деревьях не было листьев. Птицы не пели. только стервятники издавали шипящие звуки. Вся атмосфера наполнена темнотой, невежественным страхом. Не было ни животных, ни людей, никого там не было. Господь Рама спросил Вишвамитра Муни, можешь ли ты объяснить, где мы находимся? Что послужило причиной того, что в этом прекрасном лесу появилось такое ужасное место? Вишвамитра объяснил, жил один якша по имени Сукету. Он был очень благочестивым якшей. У него была дочь по имени Татака. Она была очень красивой, очень простой, милой. Ее красота была настолько очаровательной, что кто бы не видел ее, тут же привлекался ей. И когда она достигла брачного возраста, Сукету отдал ее замуж за Ракшаса по имени Сундар. Ракшасы и Якши в соответствии с правилами Каст имеют право вступать в брак. И они жили счастливо в лесу вместе. И Сундар и Татака у них родился сын по имени Марича. Они все были очень красивыми. Но однажды Сундар, будучи Ракшасом, повел себя недолжным образом в присутствии Ангиры Муни. Ангирам Муни проклял его на смерть. И он умер. Татака и ее любимый сын Марича Татака и ее любимый сын Марича очень рассердились. Они напали на Ангиру Муни, чтобы убить его. Когда они сделали это, повторяя мантры Ангира Муни, он нагло разбил их и также проклял их. Он проклял Татаку и Маричу, превратились в огромных ужасных родливых злобных ракшасов. Татака утратила свою прекрасную форму и превратилась в зловещую демоницу, огромную с выпученными глазами, с выступающим животом. Она была настолько отталкивающей, ее рот был настолько огромен, она могла есть все, что угодно, и она совершала Татаку, потому что у нее было очень жестокое сердце. И она благословила силой тысячи слонов своего сына Маричу, и тот стал просто беспощадным, людоедом Ракшасом. Никто не мог устоять перед ним в бою. Он приводил в ужас людей, богов, Риши, всех. И это Татака и Марича. Из-за того, что Риша убил мужа и отца, они ненавидели Риши, и все, что они делали, это мучили Риши и убивали. Вишамитра Муни сказал Господу Раме, что этот лес является логовом Татаки. Господь Ширма Чандра, ты должен убить ее. Не думай, что поскольку она женщина, ты должен проявлять к ней сострадание, ее необходимо убить. Господь Рамачандра отправился в лес, взял свой могучий лук и он просто молился этому луку. Лук издал такой страшный звук, что весь лес содрогнулся. Атака услышал, он был в ярости. Кто пришел в мой лес? Человек? Татака появилась перед ним в своем жутком отвратительном образе, чтобы убить Раму. И она сказала, сегодня ты пойдешь мне на обед. Она напала на них. Господь Рамачандра выпустил стрелы. Она была великим мистиком. Она взлетела в небо и поцарилась кромешная тьма. Она закрыла солнце, луну. И с неба она принялась сыпать тысячи камней. Тысячи острых камней, они как град, как дождь падали вниз. Господь Рама своим луком, стрелами разбивал эти камни пыль. И она наводила всевозможные жуткие мистические иллюзии на все, что она делала. Все это, Господь Шри Рама. Всему этому он противостоял. И она распалялась в своем гневе все больше и больше, но он не знал, как с ней сражаться. Она становилась невидимой. Она продолжала свои нападки. В конечном итоге, Господь Шри Рама рассеял все ее иллюзии, и она предстала перед ним в своем изначальном образе. И Господь своими стрелами срезал обе ее руки. Она кричала от боли и от гнева. Затем Лакшмана своими стрелами срезал ей уши и кончик носа. И хотя она была жуткой, отвратительной Ракшаси, все равно каждая женщина гордится своей красотой. ноги отрезали носа, это было очень уязвительно, и она в гневе напала на них. Вишвамитра Муни сказал Господу Раме, она превратится в пыль. Она превратится в пыль. Практически невозможно убить этих Ракшасов ночью. Я вижу, что ты сострадаешь к ней из-за того, что она женщина. Я знаю, что законы нравственности предписывают всегда защищают женщин. Их нужно всегда уважать как матерей, но есть исключения, когда мы имеем дело с такими женщинами. Она пожрала тысячи браменов и мудрецов. Она чинит хаос в жизнях людей. Рама, отринь свои сострадания. Убей ее немедленно. следуя наказу Вишвамитры, Рама натянул свой лук и выпустил ей стрелу прямо в грудь. Она жива пила и рухнула на землю и рассталась с жизнью. Вишвамитра Муни был счастлив видеть это и он решил дать Раме еще больше благословений. Он попросил его отпить воды и произнести мантры и сказал ему «Сейчас я научу тебя мантрам, при помощи которых ты сможешь вызывать особое оружие полубогов, благодаря чему ты станешь непобедимым в любом бою». В те дни эти мантры нужно слушать от гуру и гуру должен был научить правильному их произнесению. Такова сила звука. В нынешний век Кальюги все огрубело, но в действительности чем тоньше реальность, тем могущественнее. К примеру, порой мы деремся кулаками, бьем друг друга. Это проявление грубой силы. Но тот, кто знает карате или кунг-фу, он может ударить кого-то. Это более тонкое искусство. там используется не только грубая сила кулака, костей, плоти, но они знают определенные уязвимые точки тела человека. Используется энергия, движение воздуха. Это более тонкое и более мощное искусство, более могущественное. Вы можете сражаться с пушками, ядра запускать друг друга с динамитом. Но есть тонкие проявления энергии. Атом это очень тонкая форма грубой энергии. Если вы можете расщепить атом и извлечь энергию атома, то вы получаете атомную бомбу. Это в действительности тонкая форма. при помощи которой вы можете управлять грубой материей. ядерная бомба. Она сильнее атомной бомбы, потому что с еще более тонкой формой материальная энергия имеет дело. И какие грубые разрушения она может повлечь. Однако в былые времена звук считался самым могущественным из всех видов оружия. Звук вы могли при помощи звука управлять разными явлениями этого мира так, что никакие грубые усилия не могут противостоять этому. и эти кшатрии, когда они выпускали стрелы, атирадхи и махарадхи, они повторяли мантры. Этими мантрами они вызывали определенные астры или оружие и часто это были оружия полубогов. Например, брамастро. Брамастро настолько мощная, она может уничтожить целую планету во мгновение, но она настолько точно действует, что она может войти в утробу матери и убить ребенка, не причинив вреда при этом матери. Повторяя мантру, вы можете вызвать это оружие, выпустить его в цель, неважно где находится ваша цель, она достанет ее. Вишвамитра научил этим мантрам Господа Рамачандру, благодаря которым он мог владеть всевозможным оружием полубогов. Господь Рамачандра будущее сострадательным сострадательным. Попросил Вишвамитру, не могли бы вы научить меня мантрам, которые способны отзывать это оружие, если вдруг я передумаю. Вот это люди не могут сегодня. Если вы нажали уже на кнопку, чтобы сбросить бомбу, нет кнопки, чтобы отменить это. бромастру вы можете отправлять бромастру своего врага или оружие Индры, и затем отменять его действия. Вишвамитра Муни научил Раму мантрам, которые обращают оружие вспять, отзывают его эти небесные ракеты. Это очень важная часть Рамачандра Рамами, потому что позднее, во время битвы с Рамой, между Рамой и Раваной, он посылал эти разные астры, которым его научил Вишвамитра Муни. Господь Рамачандра хотел научить мир, потому что хотя он верховная личность Бога в форме человека, он хотел прославить своих преданных. Он хотел научить мир, чтобы научить людей отдавать заслугу своим старшим и не присуждать заслуги себе. Никогда нельзя считать что-либо своим. Всегда нужно быть благодарным, готовым оказать всяческое почтение и всю ту славу, которая приходит к вам передавать старшим. Это священный урок, который мы можем усвоить из этих событий. Верховная личность Бога — причина всех причин. Все, что полубоги обретают, даруются им, но смирением обладает даже Верховный Господь. вверху. Верховная гонка обладает вверху. Продолжение следует...